Всем привет! В этом видео хочу рассказать вам о своих покупках в магазине FixPrice. Покупок достаточно много, надеюсь, вам будет интересно посмотреть, что же я там приобрела. Начну, как обычно, с бытовой химии. В очередной раз купила Велор гель для стирки детского белья. Мне нравится этот гель, он довольно экономичный, он густой, он хорошо пахнет, он хорошо отстирывает, не грязную одежду. Я в основном такие гели использую для повседневной стирки на полчасика на 30 градусов. Для этого нужно всего лишь 50 мл такого геля. Расход маленький, цена 50 рублей. Мне нравится. Все Велоры люблю, но почему-то они пропали. Вот только для детского белья нашла, сразу же, конечно, взяла в запасы. Мне нравится хороший, покупаю регулярно. Также мне сегодня на глаза попался вот такой освежитель воздуха с ароматом гордения и мандарин. Ранее от этой марки я брала яблоко и корица. Такой яркий, позитивный, зимний аромат. Но яблоко и корица пропали из продажи, зато появилась гордения. Пахнет приятно, цветочно, цитрусово. Но я не могу сказать, что аромат какой-то вау, потрясающий. Приятный, интересный, но не настолько оригинальный, чтобы всем без разбора его советовать. Но все-таки взяла попробовать. Что еще приобрела я? Ну, не смогла в очередной раз пройти мимо коробочек. Зареклась приобретать коробки в фикс прайс, потому что у них они регулярно обновляются, регулярно продаются. Если я буду покупать все время эти коробки, у меня в доме жить будет негде. Будут одни коробки. Но мимо такой красоты я пройти просто не смогла. У девочек видео увидела, и у Ланы Светланы, еще у кого-то. Мне понравилось. Конечно, может быть, ничего такого сверхоригинального в этой коробке нет. Но она такая милая, такая интересненькая, розовенькая внутри. Симпатичная. Мне понравилось. Стоит всего лишь 50 рублей. Что еще мы приобрели сегодня? Вот такие часы за 99 рублей. Мужу на работу понадобились. В общем-то, и взяли. Несколько вариантов оформления. Он взял такие самые, скажем так, нейтральные. Батарейка в комплект не входит. Батарейка идет пальчиковая. Конечно, они пластмассовые. Понятное дело, у них и стекло пластмассовое. Сами они такие. Но на работу, на стене, чтобы видеть, когда наконец-то закончится рабочий день, более чем достаточно. Батарейку я уже вставляла. Все ходит. Но они так громко тикают, что я решила все же батарейку вынуть, дабы они не тикали все видео и не мешали. Я не знаю, стоят они 99 рублей, не стоят. Ну, пусть будут. Так, как бы их поставить, чтобы они не падали. Что еще я купила? Сразу три банки крема для тела и рук от компании Fit & Cosmetics. Это крем омолаживающий с миндалем, ромашкой и алоэ. Почему взяла три? Потому что он мне безумно понравился. Я в прошлый раз такой крем приобретала и говорила, что буду наносить его на локте. Я его уже открыла. Пользуюсь именно для этой цели. Мне безумно нравится этот крем. Он такой классный. Он хорошо впитывается. Он великолепно пахнет. У него потрясающий такой аромат. Миндаль и что-то парфюмерное. Ой, просто супер. Он хорошо впитывается. Он не оставляет никакой пленки. Вот такая у него консистенция. Он действительно неплохо смягчает кожу. Я не могу сказать, что он как-то супер питает или имеет какой-то сверхнакопительный эффект. Нет, всего этого нет. Но аромат и вот это смягчение, увлажнение легкое. Потрясающий крем. Если бы он мне не понравился, сами понимаете, я еще три упаковки бы не купила. Цена каждой баночки 55 рублей. Пока они есть в продаже, решила запастись. Просто супер. Классный крем. С удовольствием буду пользоваться. Может быть и для тела. Хотя здесь всего лишь 155 миллилитров. Боюсь, быстро закончится. Но для рук и для локтей просто супер. В преддверии лета приобрела три упаковки переводных картинок для тела, которые также называются флеш-тату. Представлены они под маркой Lovely. Стоят 55 рублей. В каждой упаковке два листа с этими переводилками. В прошлом году я уже такие картинки покупала. Мне их качество понравилось. Оно ничуть не хуже, чем у более дорогих аналогов. Эти картинки хорошо приклеиваются, долго держатся и достаточно быстро и легко снимаются. Я осталась довольна их качеством. В этот раз приобрела сразу три упаковки. Это новинка, как я понимаю. Ранее таких упаковок я не видела. Хотя флеш-тату там продается круглый год. Давайте посмотрим, какие внутри находятся картинки. Два листа. Один лист с такими элементами одиночными. Второй лист с браслетиками. Браслеты меня не очень интересуют, но в этом году попробую и их тоже использовать, раз их у меня так много. Картинки, как вы видите, и золотые, и серебряные. Очень симпатичные. Довольно хорошо сделано все это. Я думаю, многие из вас знают, как такими вещами пользоваться. Вырезаете по контуру картинку, снимаете пленочку, прикладываете к чистой руке или куда хотите. Сверху нужно намочить, бумажку убрать. Картинка остается и держится достаточно долго. Мне нравится летом блестеть. Пополнила свою коллекцию. Симпатичные. Выбор большой. На самом деле большой, но мне было лень там ковыряться. Вот что первое на глаза попалось, то я и взяла. Что еще я приобрела в Фикс Прайс? Третий, по-моему, раз подряд беру вот такой набор зубных щеток. Это колгейт. Средней жесткости щетки. Три штуки в упаковке. Цена 99 рублей. Хорошая цена. В магазине каждая такая щетка будет в среднем стоить те же самые 33 рубля. Здесь купил сразу такую упаковку и на полгода забыл о том, что нужно покупать еще где-то в магазине, бегать, искать зубные щетки. Да, я меняю зубные щетки один раз в два месяца. Максимум в три, только в том случае, если зубная щетка выглядит отлично и чистит зубы тоже отлично. Если она как-то уже расползается и больше похожа на ершик для унитаза, то я ее тут же, конечно же, меняю иногда даже через месяц. Для кухни приобрела очередную упаковку губок. Мои любимые губки поролоновый кухончик. Они хорошие, они долгоиграющие, они довольно-таки крупные. Я к ним очень долго привыкала. Мне они нравятся. У меня в запасе всегда лежит пара таких упаковок. Я ими довольна на 100%. Хотя иногда их качество немножечко так хромает, и вот эта черная поролонка отстает от такой вот поролонки. Они как-то плохо спаяны, плохо склеены. Это может раздражать, но на, скажем так, качество мытья посуды это никоим образом не влияет. Просто такой небольшой штришок. А что еще? Вот такая зажигалка сегодня попалась мне на глаза для того, чтобы зажигать духовку. Она работает. Единственный минус этой зажигалки, не видно, сколько там внутри газа. У меня есть похожие зажигалки, там есть прозрачное окошечко. Здесь такого, к сожалению, нет. Но зажигать газовую духовку спичками, я уже очень давно этого не делаю. У меня всегда есть такие большие зажигалки. Муж покупает в карусели. Но вот в этот раз потребовалось срочно. В карусель идти было лень. Хорошая зажигалочка, 50 рублей стоит. Ну а теперь вредная еда. Куда без этого? Муж в очередной раз приобрел лепешки. Мексиканские, пшеничные, тортилья. Здесь 4 штуки в упаковке. Стоимость 50 рублей. Лепешки вкусные. Перед употреблением их нужно разогреть. К полезному питанию они не имеют ровным счетом никакого отношения. Но с ними можно сделать что-то интересненькое, типа шавермы, каких-то роллов, буррито, что там еще, кисадилья. Рецепты приведены на обратной стороне упаковки. Неплохие лепешки. Я не любитель такого, но муж мой очень-очень уважает такие вещи. Что еще я приобрела? Стравокрекер без комментариев. Я уже устала про него рассказывать. А вы, скорее всего, устали про него слушать. Также в последнее время я заметила, что из многих фикс-прайсов начал пропадать чай марки Тес. Увидела, сразу же схватила две упаковки. Это черный чай с чабрецом и цедрой лимона. Он очень вкусный. У него насыщенный вкус. У него приятный аромат. Хороший, классный чай. Стоит 55 рублей. В кипермаркете в любом случае вы за такую упаковку отдадите больше. Муж мой очень любит этот чай. Для него, собственно, и приобретаю. Как любитель приправ, не смогла пройти мимо двух таких потрясающих баночек. Это мельнички от марки Ориент. Австрийский производитель. Ранее у меня никогда не было мельничек. Я даже не очень понимаю, как ими пользоваться. Но когда открою, конечно же, увижу и пойму. Первая приправа это чили-соль. Здесь все просто. Здесь в составе соль морская едирована и чили. Больше здесь ничего нет. Посмотрите, как это потрясающе красиво выглядит. Вторая приправа поинтереснее. Это итальянские травы. Состав здесь соль морская едированная, розмарин, тимьян, паприка, розовый перец, чабер садовый, базилик и эстрагон. Хороший состав, хорошие продукты. Объемчики небольшие. Здесь 45 грамм, здесь 48. Цена 55 рублей за упаковку. Мне было интересно попробовать. Мне хватит надолго. У меня приправ много. Я их периодически меняю. Что еще мы приобрели? Дрожжев какао арахис. 350 грамм. Кто-то из девочек показывал такое дрожжев. Говорят, неплохое. Мы попробовали. Действительно неплохое. Оказалось, что мой муж очень любит арахис в шоколаде. И всю эту упаковку, считайте, он один и съел. Мне хватило 10 штук, чтобы объесться. И понять, что регулярно я такую употреблять бы не стала. Здесь бешеная калорийность. 430 килокалорий на 100 грамм продукта. Ну, мужу нравится. Так что, я полагаю, будем приобретать и дальше. Также сегодня, наконец-то, на глаза мне попались вот такие упаковочки. Это пикантес арахис в хрустящей корочке. Такие упаковки я видела у Василисы прекрасно. Я точно не помню, с каким вкусом она любит этот пикантес. Мне удалось сегодня найти вкус бекона и вкус барбекю. Что могу сказать? Очень оригинальный арахис. Очень оригинальный продукт. Ранее ничего похожего я не пробовала. Мне понравилось. Вот с беконом мне понравилось больше, чем с барбекю. А мужу понравилось то и другое. Да, интересненькая такая вещица. Стоит 25 рублей за 60 грамм. Можно иногда себя баловать, иногда покупать. Ну, под настроением, понятное дело, не каждый день. А так, да, действительно, интересненько. Кто не пробовал и кто не боится неполезной еды, не боится чипсов и прочей такой вреднятины, попробуйте. Может быть, вам тоже понравится интересненькая вещичка. В общем-то, это и все, что я приобрела сегодня за один поход. Обычно я коплю к покупке. А сегодня что-то как-то прям разорилось я в этом фикс прайсе. Да. Ну, этот магазин, я так полагаю, вы уже поняли, да? Он же перестал быть дешевым. Но, тем не менее, он остался, пока что еще остается магазином, где иногда попадается что-то интересненькое, что-то полезненькое, что-то веселенькое, что-то необычное. Чего нет в других магазинах. Так что периодически, конечно же, я туда буду заходить, пока цены там еще более-менее меня устраивают. Надеюсь, это видео было для вас полезным, надеюсь, было интересным. Спасибо за то, что вы его посмотрели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok